Всем доброго утра, доброй субботы. Но сегодняшний утренний ролик, да уже не утренний, уже почти полдвенадцатого, будет на тему, почему вообще наши соотечественники уезжают за границу. Тут все, и уезжают за границу, почему ищут личное счастье даже за границей, оставляя родные края. Это я одной формулировкой могу сказать. Это отсутствие общения людей между друг другом. Отсутствие общения, понимаете. Люди перестали друг с другом общаться. Перестали, они найти друг другу, короче, опору, поддержку. Разницы нету. Родные, неродные. Люди от друг друга отдалились, понимаете. Отдалились. Отдалились. И в этом вся наша беда. Люди перестали понимать друг друга. Даже они не знают, кто живет в одной площадке с ними, что там это. Чувство плеча исчезло, понимаете. Вот просто от кого-то ждать помощи. Вот. Друг другом это самое. Вот. Многие вот осуждают девушек, да, тоже. Вот наших вот. Оставляют дома родных. Выезжают, замуж выходят. С других страны. С другими менталитетами. Это самое. Это тоже отсутствие общения, понимаете. А что, хороших женихов нету. Откуда они приехали. Вот у меня в Томске. Вот. Растет парень. Он мне как сын, да. Ему же 25 лет. Русский парень. Здоровый, крепкий. Машина есть. Прекрасная мама. Вот. Трехкомнатная квартира. Машина есть. Работает работящий парень. Закончил технику. Мама, главный бухгалтер. Единственный ребенок, сын. Вот. А чем не жених? Не пьет, не курит. Вот. Чем не жених? За такого, если выйти замуж, нафиг. Его мама, эту девушку будут на руках носить, как свою дочку. А если внука или внучка подарит, она вообще на седьмом небе будет. Но нет. Но нет. Вот. Приедут в чужие страны, мыкаться. А почему? Потому что общения нет между людьми. Вот, например, между людьми общение было бы, да? Вот. Как раньше было. Вот. У тех-то растет дочка. Красавица на выдане. Хозяюшка. А у тех, вот это самое, растет сын. Хороший парень. Свободный. Давай их познакомим. Вот. И есть уже счастье. Понимаете? Уже одна семья. Уже соединили. Все хорошо. То же самое и по поводу работы. Друг другу, если помогать, можно и работу найти. И работу организовать. Понимаете? Все, все упирается в общение. Понимаете? Но даже приезжая сюда, мы такими же остаемся. Мы даже те, которые хотят друг другу помочь, от них мы отказываемся. У меня вот подписчица была с прошлого канала. Еще не буду назвать имя. Я его еще показывал в том канале. Вот. Она мне один раз звонит, говорит, помоги, пожалуйста. Она купила квартиру. Вот сейчас и там квартира ценится. Но те времена вообще было. Это там километров 20 от моря. Почти 30. Вот. Вот там квартире и продали за большие деньги. Вот. И еще требовали с нее 9 тысяч долларов, что ли. Вот. Мол, она еще должна. И не выдают тапу на руки. Вот. Она, говорит, я уже все выплатила, но они еще требуют какие-то деньги. Я, говорит, отдам, даже со мной, чтобы мне тапу дали на руки. А ей 5 лет мурыжили. Там не давали. То это, то это. И так эта квартира ей тогда обошлась, короче, как будто на побережье, короче, шикарная квартира. Понимаете? Вот. Попросила, чтобы я поехал переводчиком просто это самое. Что переводит, как, что. Она говорит, я же не знаю язык в их офисе. Ну, я говорю, хорошо. Поехали. Поехал. Выслушал эту сторону и ее сторону. Вот. Тот начал, говорит, еще что-то там, то да сё, 5-10. Я говорю, хорошо. Я уже понял, что тут не так улито. И спортклуб со мной ходил, короче, хороший такой, турецкий адвокат, именно по недвижимости и по таким делам, по гражданским спорам работает. А его телефон у меня был. Вот. Я ему набрал, короче, прямо приниже. Объяснить ситуацию, все. Он говорит, дай-ка трубку, говорит, вот этому товарищу. Я дал трубку. О чем они говорили там, я не знаю. Он, спасибо, спасибо. Он говорит девушкам, говорит, быстро выдайте, говорит, не надо никаких денег. Все. В тот же день, на следующий день она уже получила, или в тот день после, а, да, в тот день после обеда она уже к вечеру получила топу. Все. Делали. Вот. Ну, она тут же сэкономила 8800, что ли, долларов, прямо у нее осталось. Все. Который готова была она отдавать. Вот. Ладно. А потом она мне попросила, чтобы я проследил за квартирой, чтобы коммунал, потому что в сети находится. Я говорю, ладно. Ключи дала. Вот. Я даже ни разу туда не заходил, потому что я не привык к чужих квартирам. У меня вот мой земляк, от своей квартиры ключи дал, трехкомнатная квартира здесь стоит, большая, огромная, с мебелью, шикарно, все есть, заходи, живи. Бассейн, я даже там ни разу не был. Вот у меня ключи висят, и все. Уже месяца полтора висят. я даже там ни разу не был. Я только с ним. Я не привык в чужие заходить, без хозяина. Я говорю, когда будет, как он клиент, клиент, я говорю, что поехали, я говорю, вот покажу, и тебя, я говорю, позову, уже сам решите. Вот так вот. Ну и, короче говоря, вернемся к этому. Проходит некоторое время, она говорит, я бы хотел, говорит, продать эту квартиру. Я говорю, во-первых, сейчас продавать рановато, цены могут подняться. Кстати, я был прав. Я говорю, рановато продавать, я говорю, все равно, если в деньгах не нуждаешься, я говорю, пусть стоит. А так, она говорит, я тебе, говорит, доверенно сдам генеральную, говорит, вот, ты, говорит, если будет клиент, говорит, это сам продай, вот, и мне, говорит, это деньги уже, или, говорит, меня позовешь, или, сам, и поехали, оформили генеральную доверенность в нотариусе здесь. Очень много денег отдали, почти тысячи лир отдали. Хорошо, она мне ключи оставила, доверенность, она говорит, я через год только могу приехать. В течение года, говорит, будет, как ты, ты позвонишь. Я говорю, хорошо, но я коммуналку должен был, естественно, пойти, айдат оплачивать, потому что месяц там очень много платили, потому что бассейн, содержание, так, да. Я говорю, хорошо, она улетела, ну, проходит, даже месяц не проходит, она звонит. Я, говорит, лечу, уже завтра прилетает. Я говорю, что случилось-то? я договорилась с нашими, девушками, они мне его, говорит, продадут, за хороший день. Можешь, говорит, дай мне, вернее, мне доверенность и ключи. У меня разговора нет. на следующий день оговоренное место я приехал, отдал ключи доверенность. Я тогда ей сказал, я говорю, извини, дорогая, не буду назвать ее имя. Неплохой она человек, просто мы все такие, понимаете, мы отталкиваем хорошее, понимаете, отталкиваем хорошее, доброе. Вот. И я говорю, ты уже, я говорю, считай, квартиру потеряла. Я говорю, возьми, конечно, документы, ты уже, я говорю, квартиру потеряла. Больше, я говорю, ко мне не обращайся. Все. Вот. Ни по каким вопросам. Ну вот, ничего не буду говорить, уже прошло два года. Она каждый год приезжала, отдыхала у себя в квартире. У себя квартира, бассейн, все шикарно, все есть. Сейчас она отдыхает в Египте. Уже третий год. Сюда не едут, потому что некуда ехать уже. Понимаете? Некуда ехать. Я сам прекрасно понимаю, что там случилось, что я не буду ничего говорить. И я спрашиваю, кто же я не ехать. Я потому что, я такой человек, ты мне покажи начало, я тебе скажу конец. Понимаете? И вот она уже третий год отдыхает в Египте. А теперь, имея квартиру здесь, шикарную квартиру здесь. Вот люди, понимаете, сами из-за отсутствия общения с друг другом и не ценя друг друга, не ценя добро, сами себя обрекают на, как говорится, лечение, на всякие эти, понимаете, трудности в жизни. Просто из-за того, что мы не хотим друг другом общаться. Мы не хотим просто. Мы вот такие вот, понимаете? Я здесь посмотрел иранцев, да? Вот. Я вам уже рассказывал, они настолько друг другом, они сплоченные, да? Я даже спрашивал, он тебя родня? Нет, он же говорит, ты ральность, такой же, как я. И друг друга поддерживают. Во всем. И у них и парикмахерские, и агентство недвижимости работает, и гражданство получает, и все, хорошее, и бизнес, все, все так вот крутится. А мы не хотим, понимаете? Мы, мы вот так друг друга ненавидим. Из-за этого сами же страдаем. Из-за этого выезжаем из родных краев, потому что и там мы друг друга ненавидим. Понимаете? Мы не хотим общаться друг с другом. Вот. То же самое я уже рассказывал, даже по замужеству. У нас еще своих парней нет, что ли? Да у нас своих парней тоже полно хороших, работящих, хозяйственных. Вот. И менталитет свой же. Не надо ни к чему не привыкать, ничего. Но мы не хотим. Понимаете? Вот. Так что и сюда приезжая хотим то же самое установить те же самые правила, которые мы там жили. Вот. Из-за этого у нас все проблемы. Понимаете? Вот. Общения у нас нету. принцип коммуны. Помните? Колхозы были, совхозы были. Идея-то была хорошая, что на всю коммуну вот один ветеринарный врач, на всю коммуну один агроном, на всю коммуну машино-тракторная станция, которая бы обслуживала изначально задумка была хорошая, это мы его потом исковеркали заставлять там все такое колхозник и паспорта не выдавать, ты почти чуть ли не человек, ты город не можешь ничего. А так вообще идея-то была коммуны, коммуны вообще, да, коммуны они во многих странах и с коммунами живут и сейчас. Когда люди вместе, понимаете, решат все проблемы намного легче, чем поодиночке. поодиночке мы остаемся там, на кладбище, самим собой в этой могиле сырой, а в жизни-то мы не должны быть одиночками, но мы этого не хотим. Даже родные сестры в одном городе могут жить, никого у них нет. Две сестры, родители уже на том свете, вот, две родные сестры в одном городе могут друг к другу не ходить годами. Нет, не ругались, нет, ничего, просто по телефону общаясь, а там, как ты живешь, как это, нет, 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 абсолютно нет. Понимаете, друг от друга отдалились люди. вот и получаем мы результат поиск счастья в других странах, вот, призрачного счастья, вот, которого нет и не будет. Вот вся проблема от того, почему уезжают люди. Уезжают не от того, что там это, и квартиры есть, и дома есть, и работу можно найти, вот, и свой климат, вот, как говорится, но общения нету, единого плеча друг другу, плечо подставлять некому, понимаете. Вот вся причина миграции и всяких вот трудностей, которые мы создаем сами себе искусственно. отсутствием одного единого понятия общения. Общение. Всем доброе утро. Пока. Пока.